о привет слушайте я тут подумал а давайте как купим на алиэкспресс гвозди забивной пистолет и не пневматически аккумуляторный в общем то вот такой цена вопроса 206 долларов чем он мне понравился ну во первых вроде как официальный магазин сами видите рейтинг выше среднего кругом и еще есть разные пистолеты есть но привлек он меня тем что он забивает прямые гвозди от 15 до 50 миллиметров и скобы бьет от 10 до 40 миллиметров 206 долларов блин недешево недешево на наши это значит на рубли 14 606 сейчас мы его берем приходит и мы его в общем увидимся когда приедет пистолет а вот мы приехали ну вот не прошло и недели как ныли рок у нас скажем так доставка довольно таки быстрая бывает конечно быстрее но я считаю что это очень очень хорошо не прошло правда без печали о чем я сейчас вам покажу расскажу но тем не менее нейлер у нас 200 долларов и нейлер приехал да не очень дешевый где же не очень дешевый но что имеем давайте посмотрим что же нам могут предложить китайцы за 200 долларов короче открываем вот он первый косяк но это косяк не продавца а службы доставки доставляла нам сдэк и email вот кто-то из них горошки козьих короче говоря мало то что вот это дело все пробита так еще и крышка ну вот оторванная продавец причем продавец хороший вошел в положение скинул 10 долларов или сказал я тебе пришлю новый кейс но хочу вам сразу сказать если если он будет комплектоваться будете точнее покупать этот нейлер и комплектоваться он будет сумки или в кейсе выбирайте сумку кейс вонючий страшное дело аж глаза слезятся в общем крышка идет на помойку из нее у нас только нам пригодится это частично мануальчик так что в комплектации мануал как я вам уже сказал по ходу дела все на китайском китайский мануал но но он есть частично вот так нет не богато гвоздей и скоб ну по крайней мере мы будем знать что за скобы и что за гвозди подходят сюда но в плане визуализации если сравнивать в визуальном плане так зарядка с переходником давайте вот так я буду оставлять переходничок зарядка я брал два аккумулятора сам пистолет и шестигранник все остальная часть присоединяется первой части для похода на помойку так ну что ну здравствуй фудживара что можно сказать а мы давайте скажем про аккумуляторы аккумулятор 18 вольт 2 ампера час с иероглифами две штуки в общем с одной штуки будет меньше чем 200 долларов стоит никогда не нюхал слушайте ну запах такой идет непонятный от этого чуть-чуть ну кейс очень вонючий заразился на над кейса заразились аккумуляторы так зарядка тоже понюхаю кушке зарядка вонючая тоже какая-то в общем что-то в этот раз мне не повезло с пластиком очень вонючил уже какая-то вот такие вот характеристики здесь блин мне мурашки аж пошли чудо дичь как и давайте я его понюхаю нет этот такой более-менее что-то там короче говоря какая-то ерунда произошла что какой-то неадекватный запах ну ладно почему почему взял за 200 долларов ну есть дешевле там порядка восьми тысяч двумя аккумуляторами ключевым моментом было что длина гвоздей для этого нейлера точнее нейлер этот бьет гвозди длиной 50 миллиметров остальные которые дешевле они до тридцатки все били ну 30 миллиметров этот же бьет значит у нас от 20 миллиметров до 50 миллиметров гвозди 18 джи ай тип и скобы по моему от десятки до 40 бой длины вот вот такого типа постараюсь вот сюда закинуть характеристики гвоздей и скоб так в общем понятно да как бы почему так дорого можно дешевле мы я и скину и на дешевый если кому-то надо но я посчитал в принципе да и мне подсказали что принципе и метаду вагонку можно данной набить и тридцаткой но имитация уже конечно 30 . как бы не айс поэтому полтинник я посчитал что самое оптимальное но при этом получается до переплата на ну ну блин долларов 60 70 по весу нелегкий нелегкий чуть-чуть легче дэвольта 692 но но тот у нас 50 90 50 и 90 бьет гвозди этот как бы так что у нас по внешке сделано все очень добротно хотя для меня это не принципиально в принципе рабочий инструмент один раз поработал весь в царапках будет ну ладно на самом пистолете кнопка пуска кнопка защиты и переключение режимов одиночного выстрела и режима непрерывного забивания гвоздей лоток для гвоздей имеется сразу наконечник не силиконовый пластиковый также есть здесь запасной светодиодная лампочка подсветки индикатора наличия гвоздей в обойме давайте воткнем аккумулятор так не стоит у нас devolt по моему стоит ну так стоит устанавливается крючок про крючок забыл есть естественно вот крючок пластиковый но есть сигнал видим что в лотке нет гвоздей зеленый свет гвозди я уже сказал что тип гвоздей 18g ай это узнать значит толщина гвоздей где-то 105 миллиметра и 1025 миллиметра в общем то визуально если показать то это вот так будет выглядеть не знаю видно будет если сравнить в общем финишные финишные все дела но вот такие надеюсь видно давайте этими сначала попробуем подолбить наверное чем принципе то что тут еще рассказывать надо пострелять ну и с вами заодно посмотрим как вот это все дело работает одиночный непрерывный выстрел пистолета зарядили да кто-то скажет это не предел финиша еще из 23 джей который еще более тонкий но вот что имеем принципе меня вот это устраивает так еще не сказал регулировка забивание гвоздя имеется так что тут у нас больше меньше давайте поставим вот в это крайнее положение и бахнем одиночным он хинь хиньцьян это одиночный выстрел ставим нажали и нажимаем на пусковой крючок шикардос давайте ради прикола переставим вот в это крайнее положение не добивает чуть-чуть да не добивает ставим обратно это у нас одиночный для чего нам нужен одиночный выстрел для более точного позиционирования пистолета к детали но если вам нужно ускориться переставляете положение переключателя для непрерывного забивания гвоздя устанавливайте пистолет и нажимаете вот этот пуск и кнопку защиты вместе загнула маленько но долбит на самом деле проминает он вот это все дело видите так может быть я сильно жму давайте аккуратненько так попробуй ну да вот она когда аккуратно работаешь в общем то на самом деле привыкать надо но хочу сказать для тех кто собирается его купить да наверное сейчас не очень удобно положение вот так долблю по идее там на более ниже по руку держать но рука устает тяжелый тяжелый для таких гвоздей я считаю тяжелый но надеюсь что благодаря тяжести он прослужит подольше и детали там более качественная они все там собрано из тоненького пластика но в принципе то тут и сразу видно корпус из инструментального пластика он довольно таки толстый вот если вот по этим воздушным были на тем отверстием посмотреть кто где-то миллиметра 4 пластик такой но это но это не точно еще давайте полтинником побьем посмотрим как он убивает полтинник у нас я полтинником полкиник конечно ну вот да да принципе имитация сколько там имитация у нас это самое то треха будет мало так давайте одиночка поставлю это мне нравится одиночный на по идее это должен пробить нет я не примерил ширины не нихрена не пробьет но мы постараемся класс штука и ну полтинникум как-то интереснее бьет на проминает вообще замечательно характеристикам скоб но я принципе сказал тут приложу да вот это дело со скобами все намного сложнее что-то стало тяжело их на алиэкспресс купить хотя по поводу вот этих всех дел прекрасным образом прекрасным образом продаются в макси доме вот буквально недавно видел причем вот эти гвозди которыми я долбал первый раз это они куплены в макси доме вот эти приехал полтинник с алиэкспресса причем не знаю не могу сказать что дико и где дешевле тяжело понять это я не помню сколько там штук там обошлись они 700 рублей здесь ну там по-моему 1000 или 2 до 2000 здесь 4000 1450 но принципе одно и то же ну по крайней мере вот это все можно купить скобы тоже самолично видел давайте по скобам отлично замечательно в режиме слушайте но это не пистолет разработался это я видимо к нему так уже получше привык поэтому вот все как-то аккуратненько стало забиваться для чего шестигранник не сказал шестигранник бывает всякое в плане того что застрял гвоздь еще что-то для разборки вот этой части откручиваем разбираем вытаскиваем гвоздь и работаем дальше ну чё тут сказать могу ли я рекомендовать его к покупке тяжело так сказать время покажет надо с ним поработать я наверное какое-то время поработаем побью и в закрепленном комментарии напишу ну по крайней мере хватило его хотя бы на один объект или нет в целом так все здорово если не задумываться о кейсе очень вонючим очень вонючим блин не хочется это повторять сто раз но это действительно блин глаза режет а так аппарат неплохой но тяжелый тяжелый кто любит пневматику конечно берите пневматику с компрессором этот не знаю тяжеловастенький с аккумулятором ну наверно если вот так там долбать где-то в принципе неплохо в принципе неплохо ну тем не менее ссылку я оставлю в описании посмотрите на этот аппарат на более дешевый его конкурент я думаю вы подберете для своих нужд какой надо мне вот я сразу сказал почему дороже взял то что нужен был именно полтинник чтобы он полтинник те все до тридцатки слушайте ну разбирать я его не буду наверное если если и буду только в каких-то других видео я в принципе не этот не мастеровой по ремонту инструмента поэтому как-то я его больше использую а чинить я его не чиню для этого есть свои люди пускай каждый короче занимается своим делом а мы будем использовать инструмент так сказать нещадно ну на этом все дай бог вам здоровья счастья в личной жизни все всем пока